Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я расскажу о двух игровых конфигурациях на базе совсем недавно вышедшего на рынок, но уже дефицитного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3060. Одна, как обычно, будет на базе процессора AMD, вторая же на основе решения Intel, а в завершении ролика я приведу сравнительную таблицу с результатами обоих ПК в играх. Будет интересно, так что смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Ссылки на почти все разобранное железо по адекватным, а на видеокарту по неадекватным ценам вы сможете найти в описании. Поехали! Начну, как обычно, с красной конфигурации. Основой для нее послужит недорогая, но при этом обладающая всем необходимым для игрового ПК материнская плата Gigabyte B550M DS3H. У нее нет разъема USB Type-C, да и встроенные звуковой и сетевой контроллеры не назвать особо продвинутыми, но зато есть и поддержка PCI-Express 4.0 и пара M.2 портов для высокоскоростных твердотельных накопителей. И четыре разъема для оперативки, что немаловажно защищающий под систему питания радиатор. Можно, конечно, заморочиться и взять более крутую материнку с 2,5-гигабитным сетевым интерфейсом, большим количеством современных USB-портов и кучей 4-пиновых гнезд для вентиляторов, но, на мой взгляд, в среднем ценовом сегменте такое решение будет не слишком оправданным. Лучше вложиться в железо напрямую, влияющее на производительность, телекомфорт, взаимодействие с ПК. К примеру, взять более современные или обладающие большим количеством ядер-процессор или более шустрый и емкий SSD. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором вы сможете найти самые интересные топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки, а также эксклюзивный контент только для подписчиков. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. В целом, состояние рынка компьютерных комплектующих сейчас сложно назвать удовлетворительным, особенно с учетом ситуации с видеокартами. Но если что-то и можно отметить среди немногочисленных позитивных тенденций, так это удешевление процессоров AMD поколения Zen 3, в том числе и шестиядерного Ryzen 5 5600X, который наконец-то стало возможно купить по более-менее адекватной цене. Рассматриваемый проц настолько хорош, что на равных конкурирует с решениями Intel, обладающими не шестью, а восемью ядрами, причем не только в многопоточных рабочих приложениях, где это более-менее ожидаемо и понятно, но и в гейминге. Причиной тому многочисленные улучшения и оптимизации, заметно выросшие показатели, исполняемых за такт инструкций. При этом отмечу, что шестиядерные процессоры уже переместились в массовый сегмент, а значит на долгосрочную перспективу, конечно желательно брать восьмиядерник, если у вас есть дополнительные средства, то Ryzen 7 5800X будет идеальным выбором. ASRock Z490 Phantom Gaming 4 – одна из самых доступных материнских плат на своем чипсете. При этом модель обладает качественной элементной базой и неплохим пассивным охлаждением, а значит вполне подходит для неэкстремального разгона. Впрочем, процессор в сегодняшней сборке будет использоваться без поддержки ручного оверклокинга, а набор системной логики Z490 я выбрал для того, чтобы выбор высокочастотной оперативной памяти и ее дальнейший разгон был более актуальным. Еще чипсеты H470 и Z490 будут поддерживать будущие процессоры Rocket Lake S, но менять на них восьмиядерник нынешнего поколения не потребуется. К дополнительным преимуществам Phantom Gaming 4 я также отнесу качественный звук и солидный набор разъемов, позволяющий одновременно подключать большое количество устройств и накопителей. Intel Core i7-10700F – самый дешевый из восьмиядерников Intel поколения Comet Lake S, лишенный как встроенной графики, так и поддержки ручного разгона по множителю, но на самом деле ни то ни другое нам не понадобится. Интегрированное видеоядро не требуется по причине наличия в сборке дискретного графического ускорителя, а в ручном разгоне по сравнению с ситуацией, скажем, десятилетней давности, стало очень мало смысла. Достаточно отключить в биосе материнской платы лимит по тепловыделению и 10700-й мигом превратиться из достаточно холодного и энергоэффективного процессора в весьма производительный, отличающийся по вычислительной мощности от своего старшего брата с поддержкой ручного оверклокинга на считанные проценты. Причем в играх разница настолько невелика, что находится в пределах статистической погрешности. Gamer Storm Lucifer как в первой, так и во второй итерации очень эффективный и многими недооцениваемый кулер, сравнимый по эффективности с решениями линейки Thermalright Macho. Основная причина этой недооценки – габариты радиатора рассматриваемого охладителя. Он вылезает далеко не в каждый корпус, и поэтому мало кто рассматривает его для приобретения. Несмотря на то, что заявленный производителем показатель рассеиваемой мощности до 300 Вт кажется несколько завышенным, устройство действительно отлично справляется с отводом тепла, даже если охлаждаемые им процессоры работают в режиме серьезного ручного разгона с повышением напряжения. Тяжелый радиатор с выполненными в виде крыльев выступами, шесть тепловых трубок и 140-мм вентилятор позволяют использовать Lucifer V2 не только для рассмотренных ранее процессоров, но и для заметно более горячих, в том числе разгоняемых восьмиядерников и десятиядерников Intel. Оперативную память в нашем случае имеет смысл брать высокочастотную и с потенциалом для дальнейшего разгона или снижения таймингов, то есть основанную на качественных чипах, например, Micron Edai. Под такое описание отлично подходят 8-гиговые модули Crucial Ballistics с частотой 3600 МГц и таймингами 16-18-18. Рекомендую взять парочку именно таких, если же они недоступны в вашем регионе, смотрите в сторону других планок с частотой 3200+, похожими таймингами и на тех же чипах. Естественно, набирать требуемый объем оперативки нужно обязательно двумя или четырьмя модулями. 2 по 8 гигабайт будут работать куда быстрее, чем 1 на 16, а происходит это из-за активации двухканального режима. А вот рассчитывать на трехканальный или четырехканальный режим не стоит, материнками массового сегмента он сейчас не поддерживается. Пусть наша сборка на базе процессора AMD позволяет использовать PCI-Express 4.0 твердотельный накопитель, практического смысла в этом не так много. Производительность будет заметно выше только в длительных линейных операциях, которые составляют лишь крайне малую часть типичных домашнеигровых сценариев использования. Исходя из этого тезиса, я остановился на одном из лучших PCI-Express 3.0 SSD – Samsung 970 EVO+, отличающимся как прекрасными скоростными показателями, так и крайне высокими надежностью и отказоустойчивостью. Отлаженная культура производства собственных контроллеров и памяти, а также постоянное совершенствование продукции позволяют корейской корпорации на протяжении длительного времени занимать одну из лидирующих позиций по числу продаваемых SSD, причем чаще всего первую. Не успела NVIDIA GeForce RTX 3060 выйти на рынок, как ее стало почти невозможно купить дешевле, чем за двойную рекомендованную стоимость. Причина все та же – новая волна майнинг лихорадки и ситуация, если верить осторожным прогнозам аналитиков, начнет улучшаться не раньше лета. Но не будем о грустном, лучше расскажу о самой видеокарте. По производительности это полный аналог RTX 2070 без приставки Super, но с увеличенным объемом на бортной памяти и с более эффективными RT-ядрами, а значит повышенной по сравнению с 2070 частотой кадров в сценариях с трейсингом. Рассчитывать можно на максимальные настройки в любых играх в разрешении Full HD, а также на высокие, почти максимальные или максимальные в Quad HD. Что же касается 4К, то комфортно поиграть удастся в большинстве случаев лишь в легкие киберспортивные и сессионные онлайн-проекты. Для такого тяжелого режима нужно что-то не слабее RTX 2080 Ti или RTX 3070, а лучше 3080. Напоследок приведу краткое сравнение со старшими графическими ускорителями Ampere. От 3060 Ti модель отстает на 20-30%, а от 3070 на 40-50, но ее хотя бы можно найти в магазинах, пусть и по завышенным ценам. Одна из основных фишек блоков питания Big Quiet нашла свое отражение непосредственно в названии бренда. Невозможно не отметить их малошумную по сравнению со многими конкурентами работу. Конкретно для сегодняшних конфигураций предлагаю взять модель с солидным запасом по мощности, которой будет хватать даже при замене через несколько лет графического ускорителя на флагманский, более требовательный к питанию. 700-ваттник System Power 9 обладает бронзовым сертификатом 80+, подтверждающим приличный КПД, но важнее, что у него качественная начинка, достойный комплект разъемов и полный набор необходимых защит. Отмечу и высокую стабильность напряжения, характерную для БП немецкой компании. Zalman K1 – это невероятно просторный для миди-тауэр корпус с бомбическим дизайном, в который можно установить практически любое игровое железо. Устойчивая и продуманная конструкция, шикарная продуваемость, достойная обработка элементов и красочная настраиваемая подсветка – вот главные плюсы рассматриваемого кейса. Стоит сказать и о поддержке габаритных кулеров и видеокарт. Конечно, не обошлось и без минусов, комплектных вентиляторов могло быть и побольше, но парочку можно просто докупить самостоятельно, что я вам и советую сделать. Подойдут даже самые простые 120-мм, главное перед покупкой ознакомьтесь с отзывами, чтобы не выбрать слишком шумные вертушки. Итак, настало время тестирования рассматриваемых конфигураций в играх. Разрешение Full HD будет для RTX 3060 слишком легким, поэтому для тестирования был выбран режим Quad HD. Настройки во всех играх максимальные, но без трассировки лучей, ручной разгон комплектующих не производился. Результаты тестов подтверждают, что в большинстве случаев можно ставить максимальные настройки графики, но наиболее требовательные проекты заставят для получения заветных 60 кадров в секунду выбирать высокие, причем даже без учета трассировки лучей. Впрочем, большинство игр на высоких настройках выглядят почти так же, как и на Ultra, да и технология масштабирования DLSS способна серьезно поднять FPS при минимальном или отсутствующем замыливании картинки. Если вам понравился этот материал, обязательно поставьте лайк и кликните по подписке и колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Ссылки на почти все разобранное железо по адекватным и на видеокарту по неадекватным ценам вы можете найти в описании к ролику. Спасибо за внимание и до новых встреч!